В Минске на этой неделе как раз собирались премьеры евразийской пятерки. Они подписали 15 документов от закрепления свободного обращения пшеницы внутри Союза до евразийской промышленной кооперации. Бренд сделан в Евразес это уже недалекие планы, а наша реальность. В этом убедилась наш корреспондент в Минске Полина Сребненко. Хамон, Палермо и Салями. Название заморские, как и рецептура, а вот производство свое – белорусское. Эта технология на Гродненском мясокомбинате – ответ на западные санкции. Европейские деликатесы в республике Подымбарго. Несмотря на все проблемы, связанные с логистикой, связанные с банковской сферой и так далее, в 2022 году значительно увеличили производство. Своими силами вряд ли бы справились. Сырье, свинину, говядину и птицу привозят соседи. Такой вот союзный продукт. Российские производители нам в этом помогают. С Российской Федерацией мы работаем в российских рублях. То, что вместе прибыльно, Москва и Минск давно доказали. Самый известный белорус – трактор из российской стали. 350 лошадиных сил. Это широкозахватные агрегаты, когда применяются комбинированные агрегаты, где за один проход идет обработка почвы, внесение семян, внесение удобрений. Если считать в долларах, Россия выделит Беларуси полтора миллиарда на проекты импортозамещения. Основную часть получат машиностроители, среди которых МТЗ и БелАЗ. Товары с маркой сделаны в Евразес уже есть. Теперь задача создать удобство для бизнеса, чтобы такой продукции было больше. В чем-то нам мешает несовершенство договорной базы, а в чем-то страновой протекционизм. Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно, одни барьеры рождают другие. Важным является разработка индикаторов скорости передвижения товаров внутри Союза и стремиться к их улучшению в сторону сокращения времени обработки и доставки грузов. Считаю важным формирование системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, взаимное признание электронных цифровых подписей, а также обсуждение вопроса трансграничной электронной торговли. Экономика Союза бьет рекорды. В прошлом году страны Пятеркино торговали на 72 миллиарда долларов, а в этом на 60% увеличили товарооборот с другими странами Содружества. Уход западных брендов из России и Беларуси еще предстоит восполнить. Святое место пустое не бывает. Экономики наших стран не прогнулись под напором санкционного гнета коллективного Запада. Во многом этому способствовали принятые совместные меры. Мы в очередной раз убедились в правильности выбранного вектора развития, сфокусированного на евразийской интеграции. Интеграции особенно ждут в строительной сфере. А в России не хватает лифтов. В первую очередь красных. Раньше подъемники и запчасти к ним закупали в Европе. Лифты под общим брендом будут делать в Могилеве и Москве. Это и для себя, и для третьих стран. Прибыль оценивают в 3 миллиарда долларов, но расчеты, естественно, в рублях. Предлагают присоединиться и партнерам из Евразийского союза. Например, производителям электроники и запчастей. Этот рынок у нас не то что не развит. Он как бы в зародочном или в зачаточном состоянии. Вот это у нас видение кооперации в рамках стран Еврозест. Если сейчас подключатся сюда остальные страны, это даст больший эффект. Основная задача – это минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность. Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешней торговых операциях между нами. С теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами. Из-за действий Запада изменится и логистика. Сейчас торговые цепочки нарушились и страны-пятерки создадут новый транспортный коридор. Европа – Западный Китай. Пройдет он через Беларусь. Полина Сребненко, Елизавета Проявенко, Александра Кулакова. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова